Да, было очень здорово на Маврикии. Вы помните, что предыдущую конференцию мы проводили в Маврикии, а та, которая сегодня у нас проходит, наверное, из наших стационарных мест. Еще раз всех с понедельником. Несколько слов хотелось бы сказать о тех каникулах, которые прошли на Маврикии. Вы видите пойманную рыбу, в ролике вы увидели вертолеты и много других интересных развлечений. В любом случае, поездка была очень познавательной, и с точки зрения развития каждого человека, с точки зрения его отдыха, побывать на Маврикии, я думаю, что это очень здорово, но и с точки зрения нашего общения, брифингов, обсуждения, ну и многих вещей, которые мы провели вместе. И в любом случае, я думаю, что каждый человек должен стремиться побывать на таких каникулах. Они замечательные, полезные, они хороши для отдыха, они хороши для знакомства, они хороши для развития бизнеса, в общем-то. Они хороши во всех отношениях. Единственное, в них есть один минус, они пролетают очень-очень быстро. Поставьте, пожалуйста, доллар, меня нормально слышно? Если кому-то плохо слышно, то перезагрузите. Да, отлично, спасибо большое. Ну, как всегда, мы возвращаемся к нашей традиционной работе, потому что, начиная с традиционных новостей по мессенджеру, вы знаете, что в течение ближайших двух, прошедших трех-двух-трех дней вышли новые релизы, и мы готовим новый спринт к 17 апреля. Что будет в новом спринте? Реализация функционала «Закрепить чат на экране списка чатов», реализация функционала «Рефактор подходов, отвечающих за навигацию», доработка новой логики счетчиков, исправление ошибок отображения клавиатуры на различных андроид-устройствах. Это то, что касается по андроиду. Спринт по андроиду до 17.04. По iOS «Реализация функционала «Закрепить чат на экране списка», реализация функционала «Закрепить сообщения на экране чата», оптимизация процессов загрузки, хранения отображения, изображения в приложении. Еще раз, с пушами. Именно по iOS «Система пушев» намного сложнее, чем в андроиде, поэтому будем реализовывать это отдельно. Наши инженеры работают над тем, чтобы пуши, отображаемые на иконке, отображались корректно. Ну и по вебу. Для реализации функционала «Закрепить чат на экране списка чатов», реализация функционала «Закрепить сообщения на экране чата», функционал «Заблокировать пользователя» и исправление ошибок, связанных с голосовыми звонками по веб-части. То есть, чтобы они не двоились. Количество разработчиков в команде Jam – это то, что мы активно обсуждали с января 2016 по март 2019 года, фактически за три года, команда выросла в шесть раз. Причем, надо понимать, что эти 30 человек, они не пришли сразу. То есть, кто-то приходил, кто-то уходил, и все это развивается именно по восходящей линии, потому что сложность задач, стоящих перед мессенджером, перед разработчиками увеличивается, и увеличивается, соответственно, количество разработчиков, связанных с разработкой мессенджера. Очень взбудоражил нашу общественность вопрос добавления акций в продажу, потому что мы 27.03 добавили 26 тысяч акций Jam4Me в продажу. Сразу хочу сказать, что, поверьте, лишнего мы не продадим, потому что у нас идет синхронизация с учетом акций нашего кастодиана. Но у нас за время работы и в начале работы были логины, на которых мы складывали акции для теста для разных операций, то есть так называемые тестовые логины. Вот в преддверии того, что акции заканчиваются, мы посмотрели, что называется, по сусекам нашли, мы знали, что есть тестовые логины, посмотрели, сколько на них осталось акций, именно ровно столько мы с них списали, и по согласованию с кастодианом мы добавили в продажу это количество акций. Я хочу вот что еще сказать, что по мере того, как заканчиваются акции, мы проводим ревизию, проверяем на тех логинах, допустим, есть очень много логинов, на которые мы отдали подарочные акции по компенсации разных проектов, по приборам, по различным рендерфермам. И много-много по-разному, потому что мы поощряли большое количество людей именно подарочными акциями. Но есть такие логины, которым они не нужны, и они уже по три года не заходят на этот логин. Вот с этих логинов акции тоже будут постепенно списываться. Нет, количество акций не будет постоянно увеличиваться, она убывает. Я просто объясняю, откуда добавляются акции. Количество акций, конечно, конечно, оно убывает, и в продаже всего 2 миллиона акций, и, соответственно, вы видели счетчик, и этот счетчик отображает реальное положение в какой-то определенный момент времени. Но со временем у нас появляются логины, на которых остается небольшое количество акций, и мы их после проведения сверки с кастодианом добавляем. То есть все равно нам никто не разрешит продать количество акций больше, чем заявлено. Вот, это то, что касается акций. Значит, есть еще один вопрос, который задавали по поводу того, что в сертификатах отражены обыкновенные акции. Действительно, в сертификатах на владение акций люди получают сертификат на владение акций маршальской компании, Gem4Miko Stadium Service, маршальская компания, которая выставила на продажу 1 миллион 960 тысяч обыкновенных акций. И эта маршальская компания, если вы помните, в связи с тем, что мы не могли сделать акционерами большую часть людей на Мальте, потому что требовалось невероятное количество документов, справок, которые люди не могли предоставить, поэтому был введен в работу именно кастодианский сервис через маршальскую компанию. Так вот, эта маршальская компания, она владеет привилегированными акциями Gem4Me Investment PLC. Соответствующий документ мы вам подготовим. Вы это увидите, и через владение маршальской компанией обыкновенными акциями вы владеете привилегированными акциями Gem4Me Investment PLC на Мальте. Я думаю, что это тоже понятно, никаких военных секретов с этим нет. Все документы связаны с маршальской компанией. То есть люди оформляют, получают сертификаты. Сейчас большое количество заявок на верификацию, но не переживайте, то есть постепенно наши специалисты все это обработают и добавят. Есть еще один вопрос, который люди, мы обсуждали с людьми на каникулах, и именно вопрос по стратегии. То есть почему именно Market Space как способ развития мессенджера. Не буду вдаваться в различные теоретические выкладки, скажу достаточно просто. В самом Market Space такое количество функций, необходимых человеку, гораздо больше, чем просто в мессенджере. То есть если в мессенджере написать, отправить фотографии, то есть все, что касается общения, то в Market Space добавляется очень много функций, связанных как с социальной сетью, так и с продажей, покупкой, переводом денег, с анализом по торговле. То есть много-много чего, мы более подробно вам об этом рассказывали, и если понадобится, проведем отдельную конференцию по функционалу. Поэтому Market Space как способ развития мессенджера на сегодняшний момент всеми специалистами признан максимально эффективным, потому что там большее количество функционала, которые необходимы обыкновенному человеку или необыкновенному человеку от мерчантов, то есть продавцов, сосредоточено именно в этом направлении. И, соответственно, Market Space как часть экосистемы мессенджера интересно, выгодно и очень развивать. Потому что эта система Gem4Me, я об этом часто рассказывал, то есть она, есть сам мессенджер Gem4Me, есть Market Space, и есть еще FinTech, это то, что является финансовой платформой для Market Space и для мессенджера. С точки зрения того, что, используя эту финансовую платформу, люди решают свои задачи по бизнесу, по переводу денег, по получению денег, по обводу, по выводу. И Market Space создается на базе, абсолютно точно на базе интеллектуальной собственности мессенджера. То есть эти оба проекта, они владеют единой интеллектуальной собственностью. По поводу выхода на NASDAQ. Значит, мы не называли, что мы выйдем на NASDAQ 1 апреля, такой даты не звучало. Но мы готовимся получить листинг на NASDAQ, и я думаю, что в ближайшее время назовем вам даты, когда мы это сделаем. И возвращаясь именно к облигациям на NASDAQ. Почему именно через облигации мы выбрали такую форму? То есть почему мы не стали продолжать работать с Private Placement? По причине того, что у нас есть очень большой интерес к проекту различных инвесторов, и Private Placement не отвечает требованиям всех инвесторов. Он ограничен, он очень сильно ограничен по странам, по функционалу, по возможностям привлечения крупных институциональных инвесторов. Поэтому было принято решение именно по выпуску облигаций компании, владеющей Market Space, куда передана в том числе интеллектуальная собственность на мессенджер. И эта компания, которая владеет Market Space, она получает листинг на NASDAQ, и, соответственно, после того, как это происходит, мы с вами начинаем активно работать с этой схемой. Потому что облигации очень легко поставить на баланс институциональным инвесторам, потому что облигации будут иметь форму Convertible, то есть они будут впоследствии через какой-то промежуток времени сконвертированы в Equative, то есть во владение акциями данного проекта. Поэтому информация по ICO будет. Мы готовим пресс-релиз, и в ближайшее время, то есть это не неделя даже, а в ближайшие дни вы ее все получите. По дальнейшему развитию Market Space в рамках новой концепции мы будем проводить также еженедельные конференции и будем говорить о том, где в какой стадии мы находимся и в каком направлении мы двигаемся. Но в любом случае, то есть форма, связанная с облигациями, является на сегодняшний момент наиболее оптимальной как для частных инвесторов, для физических лиц, так и для институциональных фондов. Поэтому именно эта форма призвана в ближайшее время заменить акции и позволит нам развиваться с Market Space еще более быстрыми и, самое главное, масштабными целями. Вот и все, что я хотел сказать вам на сегодня. Спасибо большое вам за внимание. И для очень интересных новостей я передаю слово Александру Брониславовичу Кочановскому. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok